мои дорогие ну и вечер сегодня у нас дома как вы поняли я думаю на голове непонятно что я сегодня шибанулась головой у меня значит репетитор был перед тем как пришел репетитор агена состава с водимкиного забрала свой ноутбук и вы всегда забираю потому что мы будем к этого динкин стал сейчас он на нем занимается потом на 4 5 это ушел и смотрим ноутбук у меня выключился надо включать его до этого у нас кондиционер включается иногда иногда включается в общем надо кнопку подцепить этот блок питания я значит наклоняюсь вниз за блоком питания чтобы поднять этот шнур чтобы выткнуть поднимая голову у стола все у белого там вадимки поднимая голову и я полочку головы боже мой мне кажется мне звездочки пошли я так заорала еле еле сдержалась чуть не раздевелась вообще сильно больно было вадимка сразу побежал мне быстренько принес лед у нас лед есть в холодильнике он там из-под коробки коробка из-под конфет положил туда сушки и так кажется это недоразвитая сейчас долбанусь головой вообще все слова забуду и бежал на что он лед не взял в аточку принес ну большая у меня ватка ватку положили лед и я предложила голове я долго лежал лежал с этим дом пока больно прошла ну чувствую это прям шишка большая а до этого мы разругались юрой разругались юрой ну следовало этого ожидать это понятное дело что вы думаете его и нет дома целый день сегодня ему названивают мужики его вот я знаю что вы смотрите зачем вы мужика вспоминаете ух я увижу вас по 40 целый и звонили приходи юра давай попьем там отметим отпуск у нас там что-то не знаю них сосиски или мясо в общем там они пиво водку что ли взяли целый день его название были мы съездили съездили на дачу приехали он вроде уже успокоился потом основа и начали звонить давай давай он говорит я не поеду я забрала ключи не забрала ключи у него где кстати да да вот они на месте на месте ключи на месте я забрала говорю давай сюда ключи я буду тебе не дам потому что натворите еще там что-нибудь не дай бог но он у меня ответственный ответственный он никогда не сядет за руль там под шифы да никогда но был у нас просто случай это было знаете сколько лет наверное восемь назад тоже у них была гулянка и до сих пор не знаем кто это сделал ему проткнули колеса шины вообще ножом изрезали просили его чтоб он съездил пьяненький съездил чтоб он за водкой он не поехал отказался и кто-то разрезал ему колеса прямо ножом и потом я нашла знакомого ездил за ним прицепил машину и привезли домой был у нас просто такой случай он не поехал и все уже писару даже пьяная понимать что нельзя садиться я говорю это не дам ключи через некоторое время лично ему звонят он говорит на ключи забрали я не приеду за ним послали за ним послали машину и но ведь я вижу что он уже собирается все уже нет я его не отпускал да потом думаю ну чего ругаться все ругаться то бесполезно это все равно уйдет он взрослый человек что они там толпой целый ну вот как их бригада получается все все друзья его и давно уже работает много лет работает 20 лет значит все и там кто-то ему позвонил говорит вот это приедем за тобой приедем он говорит давайте тогда еще за одним человеком один человек тоже там парень не хотел ехать у них он говорит давайте за ним еще съездим и потом договорились того парня тоже взяли этот парень но я не буду имена говорить этот очень хороший молодой человек он когда вот у них там какая-то гулянка он помогает юрий лезть и до дома ну того здоровья больше вообще вот сегодня рассказала сейчас юрка придет посмотрит у меня видео даст мне люлей за то что я тут про него наговорила ну а что как он хотел разругались все пусть получают вчера так хорошо посидели я думала все на этом закончится я говорю но если хочешь я говорю там еще куплю дома нет именно в компании он мне тоже сказал я обиделась ушла как раз еще голова у меня и стукнулась головой то ушла там сидела я переживаю ты знаешь что из головы у меня последний удар когда после раз стукнулась головой закончилось это все 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 это на операционном столе у меня была отслойка и мне сказали когда не зашивали мне сказали мне нельзя ударяться стукаться головой а тогда у нас помните говорила у нас была двухъярусная кровать у детей я несколько раз не один раз головой стукалась забыл забывала и на первом на первом этаже да там заправляла и поднимала головы и стукалась больно даже дергать голову и потом у нас мы спали на диване до до этой кровати у нас когда не было этой кровати у нас был помните такой мне кажется черненький черненький диван то черный диван который сейчас мы оставили в той квартире естественно у него же изголовья нет и один раз ложилась спать да и близко близко села думала все тут уже подушка из вот так вот головой ты стукнулась вот у меня значит получается я стукнулась у детей там в комнате потому что вот так вот стукнулась и через несколько дней у меня была отслойка сетчатки естественно я когда приехала ну там лежала в больнице в екатеринбурге делали много раз говорю мне много операций было на глазах мне нужно беречь глаза нельзя ударяться тем более там хрусталики в глазах все это сшибить можно все там снести там вот и мне говорили от удара может быть отслойка сетчатки так что девочки у кого например хрусталики или зрение очень плохое берегите глаза у меня до операции было зрение минус 17 один глаз другой минус 18 естественно глаза растянуты да вот это вот говорится вытянутая вот если ее там посмотреть правильно там она у меня вытянутая тонкая растянутая и может быть быстро порваться в общем как-то так объясняли и глаза бывают иногда у меня почти глазенькие потому что мы после операции зрение это в общем еще из-за этого так-то мне глаза мне кажется раньше по молодости такие более нормальные куски куски даже вот так что и я из-за этого это еще переживаю что у меня может что-нибудь случится и вообще когда стукнулась у меня мне кажется вообще вот так вот поплыла я думаю на все я не знаю сейчас как дальше будет вот буду неделю за собой наблюдать я знаю как ослойку сетчатки начинаются если кому интересно это знаете вот когда смотришь куда-нибудь на что-нибудь особенно когда ты пытаешься читать у тебя строчки вот так вот девочки они на самом деле прямо они вот так вот и потом на глазу видно через какое-то время не сразу кровь появляется и вот эта кровь с той стороны здесь так как бы крови нету она получается кровь туда там где-то что-то лопнуло и она закрывает ваш глаз и обзор зрение закрывает и ничего не видите и нужно когда отслойка сетчатки нужно ехать срочно на операцию собирать это документы да там как сказать проходить медосмотр и быстро-быстро ехать в больницу спинка болит спрашиваю как спина ну как уколы когда ставлю нормально перестаю уколы ставить и все у меня начинать снова болеть в общем надо быстро если у вас отслойка сетчатки надо быстро-быстро ехать в поликлинику извините что тут разлеглась ехать в больницу я в в Екатеринбурге в Екатеринбурге это ближайшая поликлиника где хорошие врачи и а где без всякой очереди можно сделать за деньги за деньги мы естественно делали за деньги а в кургане можно тоже у нас но за очередь там и уставят в основном бабушки и дедушки в кургане делаю там здесь как бы все равно очень очень профессиональные врачи вот эти вот которые операцию делают так что вот это куча еще головой ты стукнулась еще разругались а он не знаете что говорит еще я лежала когда уже пошла в комнату лежать полежать и он заходит такой все там я поехал что там головой тогда все мы ему объяснили он даже вообще не слышал что я стукнулась он говорит ну что ты не только не обижайся что я поехал ты можешь тоже пойти к Насте с ночевой значёвкой там говорит иди к Насте собирайся иди я говорю не 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 кстати да муж говорил я вспомнила сейчас вспомнила момент он мне сидел говорил говорит ну бери 500 рублей как бы там мужики даже скидывались бери с собой 500 рублей и поехали вместе там они там водку в основном пьют а ты себе купишь ну там пивасик или вино нормальная закуску там нормальную и будешь сидеть я не пошла он звал вот серьезно клянусь звал говорю поехали только сказал что бери с тобой 500 рублей ну как бы они сбрасывались не знаю разбрасывался не сбрасывался говорит что у него нет денег на это но в этом все любят все уважают мужики и вы так зовут пизде лексов лишь бы приехал он когда выпьет он компанийский он так-то разговорчивый когда выпьет он такой действительно разговорчивый так из него слова не выпьешь у юры вы сами видели да он был вчера мукбанг мукбанг и он молчит он не любит разговаривать ну как вон мы дома там можем поговорить как-то а на камеру он не любит наверное потому что его смотрят немного народу но его смотрят и поэтому он сейчас 8 перестал и хочет сниматься мне тоже смотрят но я не знаю как-то быстро привыкла камере сразу я взяла в руки камеру десять лет назад получается десять лет назад уже скоро будет октябре вроде бы 10 лет будет моему каналу и я не стеснялась и сразу сделала перед камерой первое видео он до первое видео у меня была я рассказывала право косметику мне кажется bivienne собой про коллекцию косметику косметики bivienne собой этого нет сейчас видела я удалила и я прямо силы перед камерой показывала все и сразу снималась некоторые прежде чем вот на ютюбе прежде чем самим сесть перед камере сначала снимать руки да ну что то показывают да например какие-то покупки себя не показывают многие долго не снимает себя потому что это я не знаю это может быть что-то нужно преодолеть или как-то вот я спокойно сажусь перед камерой вот как будто я сама собой болтаю на ли с подружкой а юра нет он не может прям в общем камеру кучу он не против что я снимаю да что как бы серому небольшой заработок сейчас есть он не против что я снимаю как бы да но сам не хочет хотя и иногда говорю ему бюро ты вот мне не помогаешь говорю а некоторые вот парами снимают то вот например мушка снимает жена поснимает это намного интереснее просмотров ладно пойду я отдыхать хотел сказать нифига подобного я не отдыхаю я сижу редактирую для второго канала видео ролевую игру вот я ее снимаю еще вчера долго снимала вчера начала редактировать сегодня редактирую редактирую голова болит а все равно редактирую потому что но эти видео очень сложно очень долго а на них и конечно и просмотров больше их любят больше и подписываются на них больше вот эти вот ролевые игры но времени боже мой столько уходит но мне нравится это и куртаж голова болит из вам сижу и редактирую вот мои дорогие пойду редактировать еще по поводу справа пишут елена по поводу сна хотела бы тоже ответить вчера забыла сказать пишут вот если бы ты пошла на чужую работу поработала бы пришла бы и и стала бы спать как убитая нет девочки не поможет не поможет мои хорошие я работала у меня со мы были когда-то по молодости проблемы я работала с утра до вечера я таскала тяжелые сумки и ездила за товаром от на тоже в екатеринбурге торговала и все это таскала и палатки я раскладывала ставила где торговала и товары этот весь развешивала и столы эти тоже тяжелые таскали вот помните стол который мы ставили гаражи когда шашлыки делали да вот этот стол и вот этот стол плюс четыре огромные сумки я все это таскала плюс тунчик там да например плюс этом ходила например за палаткой палатку создавала куда-то в камеру хранения все это я сама все таскала стояла долго бывало такой что я стояла до 6 до 7 с утра до вечера и вот эти сумки натаскаюсь домой приду надо все сложить то что например я продала добавить новое все это я снова снова и тогда в то время и кирилл был у меня я торговала до того как ну беременная была когда вадимкой там тоже неприятности были чуть не родила раньше времени и потом бросила торговлю а так все все ходила торговала вот и надо было потом значит ребенком сидеть ладно мама помогала с ребенком а так вот нет я работаю на тяжелой работе потом работала в поликлинике оператором там сидела за компьютером тоже приходила домой восемь часов и тоже могла не спать там сутки двое а помню работала в этом я скажу где работала маникюрщица маникюрщицы салоне красоты приходила бывало вообще в 11 часов потому что ну у нас салон закрывался просто мы с утра до вечера сидели ждали клиентов тогда не было еще записи просто приходили клиенты и вообще просто девчонками собирались там нас то солярий был то ходили в солярий то значит друг на дружке там макияж учились делать еще что нибудь то я на них там маникюр экспериментировала делать и вот получаться я тоже приходила поздно но нифига я не ложилась спать и бывало в сутки двое могла не спать у меня с молодостью проблемы со вообще такой человек что я не могу уснуть спать я могу устать я могу сильно сильно устать на ее бесполезно все это это другое совсем так девочки пишут вообще эту работу тяжело они но ни при чем у некоторых да помогает это не так это нет это это надо как бы внутри лечить попытка нет дома ну как шумят не совсем шумят просто они там включили этот playstation играет 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 сейчас я доредактирую и потом мы пойдем спать у нас будет тишина не знаю придет юра сегодня домой не придет как бы ей выйдешь придет придется здесь будет пьяный спать на диванчике здесь хорошо сейчас есть диван есть его надо пойду я пойду я молишь бы и столько с глазами ничего не случилось больше всего переживаю что это все не отразилось политики все так вот сильно сильно болит если бы у меня шкаф был острый не вот не закругленные края пипец его разорвала пришлось бы зашивать даже там красная прямо видно как царапина посмотрел чуть-чуть бы и кровь пошла а если бы острая было бы углом то вообще просто порога милого бог милого ладно все мои дорогие все пока пока всем мира и добра надеюсь вас все дома хорошо и вас мужья духа мне просто как-то писали лена вот он на железной дороге бывает такое что мужчины собираются а там где-то там пирует отпускаете вы не отпускаете там кто-то писал что не отпускает у нас редко конечно вот такие гулянки редко не сочет день железнодорожников они отмечают ну или когда у кого-то держите не либо вот в отпуск тут сразу двое пошло в отпуске один там мужчина организовал все там берут руку так что редко это бывают ну как бы пускаю ругаемся конечно до ругаемся что грудь это сейчас это пиво себя приползёшь домой вот такое все дома там вот если выбили чуть-чуть все мы не он не бежит там не хочет больше не пьет с мужками то они же там ой давай юра выпьем мой давай и выпьем и все и он никакой все юра я тебя сдала завтра будешь смотреть видео и материться я знаю так тебе и надо нечего было уходить на то мои дорогие все все пока пока мои дорогие у меня юра едет домой время 2309 заказал такси едет домой ждите меня мы не спим мы только собрались спать и он позвонил говорит еду-еду домой что там папа пришел блудный сын а я тебя поснимаю дом продается там качество баню все сходил